Всем привет, с вами Юмилия, и сегодня я буду смотреть Чака Ревью. Вообще, с его каналом и одним из видосов у меня произошла интересная история, если вам интересно, то послушайте. Я сейчас стримлю на Твиче и начала делать реакцию на его видос с Каруселью. Так там были очень жесткие моменты, что частично его видос я посмотрела, а частично нет. И если у вас есть интерес к этому видео про Карусель, чтобы я до записала реакцию, то ставьте лайкос под этим видосом и пишите в комментариях. А еще можете подписаться на Инстаграм и на Твич, все ссылочки в описании. Та часть реакции, которую я делала на стриме, есть, поэтому я все смонтирую и все будет чики-пуки. А сегодня мы смотрим, готовим с барахлом из телемагазинов, потому что мне прям сказали с уверенностью, что здесь ничего такого жесткого для Твича не будет. Давайте смотреть и погнали. Какое классное интро, я тоже такое хочу, ну вот настолько качественно имеется в виду. Какая лепота. Классные заставки, блин. Или он сам очень топово делает, или ему кто-то топово делает, я тоже так хочу. Ой, а что это собачка? А я что-то не вижу, что там написано. Только годный контент. А, все, увидим. Привет! Сегодня у нас на очереди третья и заключительная часть нашей эпопеи барахло из телемагазинов. У нас нынче кулинарный выпуск, ну а пальчики обучат. Поэтому пристегните ремни, ведь у нас сейчас на очереди комбайн здоровье плюс. Идеальное решение для любых кулинарных задач. Мультифункциональный комбайн здоровье плюс. Ну и здоровье минус, очевидно. Измельчить, натереть и нашинковать, приготовить полезные десерты и свежевыжатые соки. Не, ну выглядит, конечно, заманчиво, но... Видите, ручка при вращении не задевает поверхность. Это же мясорубка. Ручками ты не задеваешь. Хотя мясорубка и комбайн-то разные вещи или одно и то же. Чё-то я не знаю на самом деле. А пальчиками ты заденешь. Стоимость шнековых соковыжималок в интернете начинается от пяти тысяч и доходит до... Что значит шнековые? Шнековые. Как это вообще понятно? Я впервые это слово слышу. Либо я слишком старая, либо я слишком тупая, либо... Что это за слово вообще? А теперь прибавьте стоимость. Замените насадку и у вас в руках уже соковыжималка. С легкостью выжмет сок из сельдерея, моркови и петрушки. Ну и если вы не хотите переплачивать 10 тысяч, то вам придется очень долго работать руками. Очень долго. На самом деле, да, там руками и ушко надо поработать. Это не то, что вам всякие кока-колы трясти. Ура, ура, аплодисменты, ёпта. Ура, ура, аплодисменты, ёпта, давайте специально из комбайна «Здоровье плюс». Уникальная вещь, которая за тысячи рублей сделает вам три в одном, а именно терку, слайсер и соковыжималки. Мы сначала думали, может надо подключить это дело к розетке, воспитать удлинитель, а нахрена, собственно говоря, когда это все делается вручную. Вот такая вот штука, это у нас получается. Фишка рекламы, смотри, в чем была. Ощущение, будто это какая-то фигня с Алиэкспресс, честная, которая сломается после того, как ты пару раз ее применишь. И они ставили на стол и говорят, типа, уникальная приблуда этой ручки, чтобы стоять, она не соприкасается со столом. Да, проверим. Райд! Серьезно! Мама, мне... А ведь проблема-то не в столе. Как они тогда это снимали? Все, может, ракурсы удобные подпирают. Я купил новую вещь! А-а-а! Ну ладно. А-а-а! На того... Прям стоны, как у Костянча! Вот нам послал край стола, чтобы... Так, ребята, только там не возбуждайтесь из-за таких стонов. Таких проблем, правильно? Правильно. А, ну, что-то надо крепить. Они же шатаются. А, на присоске. Это присоска? Это присоска, да. Не похоже, в самом деле. Не лепится. Не лепится. Тихо, пупим. Так, наша программа СМАК, как правильно резать гранат? Вот так. Ты титоки смотришь? Нет. Я тоже. Не помню. Но там как-то красиво это все. Вот прям с кожурой. Кожуры, потому что эта штука чистит жмах. Она все делает? Она... Она сказали, сделает все. Вот тут есть специальная цель, который чистит от всего лишнего. Вот я видела там лайфхаки всякие, как раскрывать гранату, разрезать. Но мне наоборот кайф разрезать его по-обычному. И вот, знаете, вот выковыривать эти гранатинки. Не знаю, почему, но мне так это нравится. Давай! Но там что-то есть. Это вот как чипсики достаешь из упаковки. Здесь то же самое. Высок. А! Что? Я хочу сок. Давай. О! Это такой кайф. Давай жми! Я хочу сок. Жёстче! Давай! Сам работай! Руками! Так-то! А! Вот! Это должно быть очень вкусно. И? Ну можно. Ну это такой кайф. Серьезно? Я начну с этой. Грядки хочешь или что-то таджикские пятки? Они прям там все намешивают что-ли, а промыть. Ты же такой, на, держи, эту часть тебе оставлю. Ты дави как следует. Не, серьезно, а промыть? У них там морковь с гранатом? Я хочу морковный сок. С гранатом. Я хочу морковный сок. Я хочу. Дай мне морковный сок. А можно? А можно мне немножечко морковного соки? Там же уже есть он. Сок! Сок! Мне кажется, они больше усилий прилагают к тому, чтобы вот эта фигня не съезжала. Сок! Представьте, как один человек будет это делать. Выжму каждый рубль из этих покупки. Мама, мама, а можно мне сок с утра? Теперь какой. А зато хорошая зарядка. По утрам везде, вот я считаю, надо искать плюс, да? На городской ярмарке. Дядя, сколько вы снижены в этот сок? 500 рублей. Почему так? Фермер, предприниматель. У меня же всякие соковыжималки. Индивидуальные. Хотя эта штука вроде как выигрывает из-за того, что она универсальна. Ну, не знаю. Полный кайф, да? Ну, это морковь. Там много кусков моркови. И граната. Больше попа. Прям ноги на стол поставили. Ну, не знаю. Это так, ну, нет. В этот стаканчик. Ну, я понимаю, что как бы у них там шутки в видос. Ну, типа, ноги на стол. Я должен сказать руки на стол, а они прям ноги на стол. Правда ли, когда он выжимал? Да, да, да. Сама у себя просто. Ну, скажем так. Это и фитнес плюс заряд бодрости, витаминов и все это фигни. Все, пропотел. Провонял. Провонялся. Сок сделал в душ, сходил он как раз остыл по дельничке. Чисто выпил. А сок из редиса ты когда-нибудь пробовал? Что? Я тоже нет. Ты хочешь сок из редиса? Я хочу сок из редиса. А ты вообще не делай? Давай попробуем. Перезай. Митька, давай. Давай. Ну, они прям все понамешали. Мне кажется, не так вкусно будет. Спасибо. Да. Редис. Да, что ты говоришь? Да, редис. Ты завонял. Ой, я не буду это пить. А я хочу. Честно скажу, я уже очень давно не ела редис вообще. Ладно, да, мне не помню. Полный кайф. Это же... Я давно мечтал пукательный смузи. Давай. Ты стал такой запутан? Я хочу вкусный смузи. Давай, там еще сморковь. Ооо. Я знаю, когда перейдешь, формируется, запутевает, формируется в жидкость. Я думаю, вот так это. Это оно. Жесть. Ой-ой-ой-ой. Как это все мыть потом? Ой-ой-ой. И хочешь? Судя по описанию запаха, я думаю, что и вкус подобный, да? Я люблю. Мы перетрансформировали наш прибор в терку. По лайту сначала сухарей добавить. Сухари в терке? Я такое впервые вижу, честно. Это какой-то мазохизм? Мне кажется, что да. О, уже льет, льет, льет. Прям локтем. Там просто вся кухня засранная после этого. Тут пишут, говорят, че мы, че он ланеную. Они одеты, мне кажется, несоответствующие. А так, если бы приоделись, то да. Результат очевиден. Эта штука работает, но с очень, 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 очень большими усилиями двух крепких, мускулинных славянских парней. Зато какая конфета получилась. Жефлюр мазай. Мазон. Мазон. Ну, как будто, знаешь, что? Снизу в квартире за плитой вот так пальцем сделал. А, слушай, смотри, прям как удобно. Поперло? Да, прям вообще моментально. А, ну вот это прикольно выглядит, да. Ну так легенько это сделал быстренько. Здорово. Такие консистенции, как морковь, они тут превозобладающего характера имеют. Так что, могли бы мы, могли, но будем ли? Вопрос хороший, я виделся после рекламы. Короче, такие простые вещи, как морковь, он может нарезать слайсами, все остальное не очень, а остальные прибудут, как соковыжималка или терка с огромным применением усилий, которые в одиночку сделать довольно трудно. В общем, вещь 50 на 50. И давайте поедем дальше. Ты вспотел? Да. Я чуть-чуть вот когда тер. А я тоже, потому что жарко, очень жарко. Сколько может стоить качественный поварской нож? Вот этот, например, мы купили за 3,5 тысячи рублей. Вы посмотрите, во что он превратился через 3 недели использования. Да, очень классно нажимать плоским ножом на помидор. Можешь тебе руки новые заказать? Не просто докажем, а покажем, что такое по-настоящему волшебные лезвия Лео Макс. И начнем. Да любой нож, если наточить, он будет нормальным какое-то время. Потом, конечно, зато... Вот с этого универсального ножа слайсера. Что главное? Он как-то так и выглядит прям, не знаю, стрёмно. Это, конечно же, ручка и лезвие. Здесь они идеальны. Лезвие, смотрите сами. О, это просто фантастико. А тебе? Вау, то есть мы берем нож и так вот риско херачим по помидору. Да? Чтоб доска прям разломала. Что мы делаем с перцем. Можно резать перец? Невозможно. Но ради эксперимента мы разрежем металлическую банку. Это сделаю я. Металл. Ну, какой-то он... Ну, даете. Это, дорогие друзья, молоток и нож слайсер. И вот что происходит в процессе их соприкосновения. Действительно пилит... Эээ... Что? Молоток. Взял бы хотя бы трубу металлическую. Почему именно молоток? А в доказательство на белой бумаге опилки от молотка. Или от ножа. Во-первых, хочу показать, насколько он гибкий. Мне не составит труда снять с помидора кожицу. Я, честно говоря, такого ножа раньше не видел. Шефа. С его помощью вы легко и быстро сможете... Отрубите себе пальцы. ...порубить зелень, разделать бараньи ребрышки или куриные ножки. Набор ножей. Да не простых, а... Честно, сама коробка выглядит по-дешмански. ...порубить зелень. ...брейт, ворд, класс, комплект. Как будто, я не знаю, с какого-то Алиэкспресса заказали. Если там есть такое. ...найф сет. Это значит, что у нас ножи мирового класса. За полторы тысячи рублей. Где тринадцать ножей, которые смогут нарезать всё. И сыр, и мясо, и Егора. Сто рублей примерно. Слайсер. И Егор. Зачем так с Егором не ноги, пожалуйста? ...которую могут нарезать всё в частности. Молоток. И как бы... Не понимаю зачем, не понимаю для кого. Ты читал, окажусь. Конечно. Ну теперь мы делаем бутерброд из молотка. Ты какую часть будешь? Ну, честно говоря, там была склейка, и... Ну, любому человеку понятно, что во время этой склейки они как-то подпилили пилой, наверное, и дальше уже склеили и начали резать уже своим ножом. Он так стрёмно выглядит, что я не стал бы ничего резать. Остелейный вот это. Не знаю, может быть, он и удобный. Напишите в комментах, если кто-то таким пользуется. Есть видео, где молоток разделывают. Давай. Ну, царапает просто оно. Сейчас, знаете, меня немножко волнует вот эти штучки внизу на лезвии. То есть оно не просто вот такое вот, да, а вот волнистое. Я надеюсь, вы поняли о чём я. Давайте попробуем сделать то же самое обычным ножом, не ворк-классах. Будет абсолютно просто. Тут он сразу взялся. Я уже сделал столько же примерно. Ты больше, мне кажется. Да, даже больше. Если вы вдруг хотите попилить молоток, то обычный нож зубчиками подойдёт, в принципе, лучше. Подгоняйте нас в студию, мы дадим, если чё. Да. Нас 13. Открывая постепенно, медленно, но уверенно все ножи, мы обнаружили очень одну интересную вещь, что они феерически тупые. Но... Ой. ...должен гнуться. А он гнётся примерно так же, как и остальные ножи. Вот, например, из-под чиза. Видишь, одна и та же история. Как будто они из какого-то дешёвого металла вообще сделаны. Что это такое? Молодец. Мне просто жалко людей, которые на это ведутся. Отличная работа. О! Кровно. Как ещё можно проверить ножи на ту? Как из ножа сделать шпатель? Какой год у революции! Давай попробуем продробить вот этой сраниной кость. Видишь, чувствуешь её? Ну да. Всё, фиксируется этот момент. Но она... Она не сломалась. Опа. Вот реально, это тупо лохотрон, который идёт по телевидению. В принципе, я абсолютно не удивлена. Потому что то, что было в 2008-м, 2010-м, да, вот эти спички на экране, всякие числа, что-то надо позвонить или же угадать слово. Это всё тоже же лохотрон. Интересно только кому от этого всего всегда шли деньги, с одной стороны. А с другой стороны, я даже знать об этом не хочу, потому что я думаю, что это очень грязная история. На самом деле. Ну и здесь тоже. Они просто берут и втюхивают какое-то дерьмо. Ну я раскрошил. Но мне кажется, что сейчас осколки от кости окажутся в самом месте. Ну да, какое тоже может быть. Просто, знаете, мне кажется, что человек не будет просто так покупать 13 ножей за сколько там, полторы тысячи. То есть адекватно нужно воспринимать, что ты платишь за качество. И какое качество может быть за 13 ножей за полторы тысячи. И лично я считаю, что человек, купивший это, купил это просто на свои последние деньги. Чисто для того, чтобы на кухне что-то было нормальное, хорошее. Может быть, чтобы понять кому-то настроение. Может, как подарок, например, жене или же, не знаю, сестре. Аж 13 ножей. Какой классный набор. И вот представьте, каково было разочарование человека, у которого и так жизнь непростая. Который на это всё повёлся и потратил свои деньги. Возможно, даже последние. Не ломается. Мне кажется, он такими темпами, молотком... А мне он не стоит этих денег. Лучше купить один хороший, условно говоря, нож, и мы потратим на это больше пользы. Правильно? Коль у нас ножный период, перейдём сразу к аэроножу. Чтобы вы не резали, продукты прилипают к лезвию, а хлеб разваливается? Ваши проблемы решит аэронож Leomax Pro. Этим универсальным ножом вы будете резать всё, что угодно. Больше вам... Ой, выглядит он так интересно с темпырочками. Вам не понадобится куча разных ножей. Простите, пацаны, ирите нахуй. И при том они продают сразу 13 ножей. До свидания. Что смысл этого? Вы помните, как различные продукты прилипали к вашему обычному ножу? Ой, это я перекрутила, что ли? Например, сыр или масло. Забудьте, этого никогда не случится, если у вас аэронож Leomax Pro. Это аэронож, он дырявый, но дырявый неспроста. Он сможет попилить абсолютно всё. Реклама сказала, выкиньте все нахер вот эти ножи. Ой, только нам надо кидать, это не безопасно. Берите один этот, он сделает всё абсолютно место вот этих всех 13. Соответственно, он тоже пилит молоток. Тоже. Он более аэродинамичный, как говорится. А зачем покупать остальные 12? И, соответственно, он может резать такие интересные структуры, как масло. Моя главная проблема всегда с утра порезать нормально масло, потому что оно всегда происходит какая-то залупа. Оно слетает, оно не получается равномерно сделать. Прилипает. И плюс прилипает, и, собственно, аэронож и должен решить эту проблему. Оно даже убирает излишки через сон. Оно бесконечное. Это невероятно. Вот зачем в ноже не нужны дырки. Вот хороший мальчик, вот ленится только. Вот ленится. Всё ты можешь. Вот талантливый, но ленивый. Что это такое? Что, я мажу масло, что? Это мой бутерброд. А ну чё, так говёно маж... Дай сюда. Ну, давай звуки, как ты помажешь с дырками? Это сверху, если другим ножом ты ещё подкнутили ложкой. Он, наоборот, заполняет дырки, и ты ещё доставать... Будешь слизывать языком. Да, ты даже языком не слижешь, как с обычного ножа, а он тоже пройдёт сквозь дырки. Блин. Заметь, нож не аэрон, и почему-то ничего к нему не прилипает. Ну, он реально удобнее, ну, серьёзно. Блин, да ладно, жёст. Мой утренний кошмар с маслом, по-моему, тут только увеличится. Да, это прям страшное дело. Давай попилим. Прям кушать захотелось. Молоток. Сейчас как по маслу пойдёт. Да. Отрежет молоток лучше, чем все остальные. Во, нашли идеальное применение. Вот это сейчас делал наш аэронож. Да. Да, я считаю, что просто лучше не париться и купить нормальные, нужные для вас ножи без каких-то комплектующих наборов. Если вот таких прибудут, как дырки, купить нормальные, что конкретно вам нужно, подготовку, жить. И не в телемагазине. И не тужить. Собственно, вот, поехали дальше. А, ну, будет, да. Для различных супов, салатов, соусов и многих других блюд требуется нарезать ингредиенты. В отличие от обычного ножа, при работе с измельчителем Торнадо вы никогда не... То есть, стоп, сперва они рекламировали нам ножи. А теперь втюхивают, что ножи это, фу, фигня полная. Вот используйте нашу вот эту новую фиговину. Режетесь, экономьте ваше время, силы и деньги. Забудьте... Сами себе, блин, противоречим. ...те об опасных ножах Торнадо. Забудьте о ножах. Да, вы мне сказали купить набор ножей. Я купил, затем вы мне сказали выкинуть их. Я их выкинул нахер, затем вы мне говорите, купите аэронож, режьте им все, что захотите. Я купил. А теперь вы говорите мне его выкинуть. Вы что? Просто вращайте ручку измельчителя подольше. До образования нужной вам консистенции. Несколько секунд и готов ваш любимый суп-тюре. А, то есть то, что я вижу сейчас на экране, это будет у меня на тарелке. Хорошо. Я сомневаюсь. Выкинуть и себя, и своих близких нежным и очень вкусным фруктовым десертом. Но ведь можно же купить тот же самый бленд. Не, извините, я не верю в такие приколы. А мощь Торнадо позволяет легко превратить твердый лед в снежную кашу. Итак, ручной измельчитель Торнадо. Уникальная вещь, которая поможет нам приготовить что угодно. Салат, супы, смузи опять же. Совершенно разные вещи. И все это контролируется только одной штукой. Твоей могучей силой. Мы можем сразу попробовать сделать что-то сладкое, а именно смузи. Подождите, а сколько эта штука стоила? Просто он то ли не говорил, или я не запомнила? Из каких только можно. Это персик, яблоко, банан и добавил немножко... Люблю персики, вообще люблю фрукты. Как льда, потому что реклама заверяет, что мы можем раскрошить абсолютно все. Я, конечно, не хочу стафилокок. Я лучше заболею стафилопусик. Смеешься, как этот Джокер в жаре за лето. Как это выглядит убого? Эта штука чем-то похожа на пылесос. Вот верхняя, я не знаю, видите ли вы это или нет, но мне прям упоминает очень сильно. Это просто кошмар, я не знаю, камера вот эта. Как будто взяли вот эту часть от пылесоса, которая пылесосит, приделали контейнер снизу, лезвие вставили и крутилку. Simple Dim, или меня? Какой кошмар. Она еще поднимает. Это точно как-то должна... А, может ее надо... Не, не надо. Георгий, сделаем смузи. Давай. Между нами тает лед, как говорится. Собственно, поэтому мы добавляем сюда наших кубиков из очищенной питьевой воды. Потому что реклама сказала, что лед размельчится на что? Правильно, на изи. На снег. Наверное. Достаточно. Утрамбовываем. Замечательно. Все по государственному стандарту, как говорится. Теперь мы насажаем, правильно? Давай. Она даже не крутится. А этот звук треска. Сломалась, серьезно? Честно сказать, я даже не думала, что она не прокрутится. Ну, вообще. Не получается. Это очень близко к тому, чтобы сломаться. Давай вытащим половину. Да, ты что? Как мы без смузи? Вот, и вот это. Хорошо, да. Все. Ну, смотрите, у нас тут и яблоко, и персик есть. То есть, как бы, лед. Да, нужно крутиться. Сколько это хрень стоит? Ты еще с чем-то? Мы уже меня тут записали. Давай только нежно крутить. Конечно. О! Ты умный, что ли? Вот, видишь, стрелочка? Тут так просто этим не отделки. Один держит, другой крутит. Уже не присосок, ничего. Опа! Ну, вот как, например, девушка все обо это сама дома делала? Захотелось сделать смузи. Я вижу. При том, что два мужика еле-еле крутят. Там полный кайф! Полнейший кайф! Тьфу! Ну, давай! Ну, давай! Давай! Это у него третий выпуск? Мне кажется, он за предыдущие два уже так подкачался. Полный кайф! Но все равно не справляется! Жесть! Если вы хотите более жидкую консистенцию, то крутите дольше. Все очень просто. Ни режимов, ни функций. Все в руках ваших рук. В прямом смысле. Все в ваших рук. Проблема в том, что она очень тугая. А пластмасса очень мягкая. Ой, такой красивый пиятный. Самый разрушается. Ммм, какая-нибудь. Пишет, девушка станет ткачком с таким набором для кухни. О, да! О, кайф! Ну, это, ну, ну, ведь... А еще какой-нибудь неврастеничкой после того, как все будет ломаться. Это такой кайф! За честь... Отвагу... 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 Достоинство. Из-за подписчика. Из-за подписчика. Ооо! Я домой кул принес и на пакет упал. Ну, собственно, что мы хотели получить от этой херни? Давай изведем ее до предела, запомним все нахер льдом. Потому что реклама говорила, если мы запомните все, измельчить весь лед абсолютно, то есть до краю заполняйте, и он сделает все дело. Ну, тут точно пахнет не только размельченным льдом, но и мускулами на руках. Что случилось? Мне! Главное, чтобы ничего никуда не прилетело. Ударила прям вот сюда. О, не будет. Сотри, что кожу содрала. О, поцеловать? Я так понимаю, их шитерят, да? Главная проблема, мне кажется, это в материале и в сцеплении. И в конструкции в принципе. Полная катастрофа, ручной измельчитель, торнадо. Я, да, мы ставим дизлайк. Это плохо, фу, нет, отвратительно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Будешь лед? Нет, я хочу смузи. Это футболка. Добро пожаловать в домашний магазин. Представляем соковыжималку ProVif. Апельсиновый сок очень полезен для здоровья, особенно свежевыжатый. Не упустите, это супервыгодное предложение. И витамины, и бицепсы, и трицепсы. Вы получаете мобильную соковыжималку. Они так это все втюхивают. Современного дизайна в стиле хай-тек. Мне в детстве, на самом деле, мне нравилось. Я прям смотрела на какую-то одежду и думала, как же хочу, чтобы у меня было нечто подобное. Мобильный, в стиле хай-тек. В метро вот так вот достало, нахерачил себе сока. А сейчас она поможет нам легко выжать сок из всех этих продуктов. Ё-моё, сколько усилий ты вкладываешь. Зато у чехов реклама повеселее прям набор для мемов. Включайте цирковую музыку. Кандыка Инда Люкспресса, когда мы нахерилить сразу не пьем. Прям чечет. Зачем покупать электронную соковыжималку за ищуру? Ручная рада. Рублей, когда можно купить ручную за тысячу. Правда, правда. Пахнет очень дешевый сраник. Понюхай. Да и на вид уже сама коробка. О, как фикс прайс. Пахнет фикс прайс, вот прям эти вот самые классические. Лизун, покупаешь фикс прайс за 30 рублей. Обязательно, просто весь фикс прайс открою, вот из него так пахнет. Утрамбовывай. Где молоко? Ничего тут для нас крутиться вальяжно не будет. Мы ручками сами начинаем это прокручивать. Георгий, жги. О, во, 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 во. Это невероятно. Кожуро. Прочищено. Продолжаем. Хорошо. Не очищая, не отрывая от ботвы. Один небольшой стаканчик сока делается примерно с четырех, ну да, с двух, с трех. Как сока захотелось апельсинов. Апельсинов. Это нормальная соковыжималка, если ты человек, который может вдруг идти по Москве и в какой-то момент сказать я хочу свежевыжатый сок. Ну это сок. Это вкусный. Ну это заслуга апельсинов. То есть короче, и Георгия Будзо. И мышечная масса Георгия. Но точно не столько ужималки, потому что можно, повторюсь, доплатить 500 рублей и купить электронную, которую нормально, без приложения усилий сделать тебе великие вещи. Прям, знаете, захотелось купить соковыжималку. Ну не такую, а нормальную. То есть как бы тут очень странный подход, очень странный набор. Cat fat. Жирорез. Что? Мне кажется, это работает примерно так же, если вы приложите язык к холодному столбу зимой. Но какой в этом смысл? Я тоже не понимаю, в чем весь смысл. Он не магнитится, ты просто испачкал металлическую херню жиром. Так оказывается, ты должен еще его положить в холодильник на 2 часа. Очень удобно устроились. Тут еще и картики для похудания классные. Очень мотивирует. А ведь люди, которые очень хотят похудеть и не знают уже, что делать, поведутся на эту... Это магнит, то бишь магнит для жира. Собственно, что он делает? Правильно, магнитит жир. Мои он, блядь! Так, ну ладно, все, шутки шутками отложили. Георгий, знаете ли вы, что делает эта штука? Да, она магнитит жир. Да, мы берем блюдо жирное, наводим вот эту хрень, и ей жир магнитится. Весь жир. Мы как инопланетяне похищаем коров, так только жир будет поднимать. Да, 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 да. Оттого еда становится более обезжиренной, оттого мы едим меньше жира, и становится менее жирным, что не лишено логики. Приходь в Макдональдс. Суть такая, что перед использованием эксплуатации, это везде говорится, в рекламе, где-то на коробке, это замечательные коробки тоже это есть, что нужно ее положить в холодильник на 2 часа. Мы что сделали? Положили в холодильник на 2 часа, даже больше. Мы даже на часа 4 ее положили. Да, и она холодная, да. Да, она холодная. Собственно, по факту, это просто погремушка, где есть ледяная хрень. Выглядит поездкой в скорую. Пахнет немножечко смертью. Не смертью, а жизнью. Очень холестериновая, непродолжительная, но счастливая. Все, снимаем, фиксируем. Надо поближе прям. Наш трапон для жопы. Давай, давай. О! Нет, ну прям надо макнуть. А зачем? Нет, конечно, она должна прилипнуть, но ты должен коснуться. И поводи туда-обратно, давай, давай. Ага. Давай, давай, все, поднимай, поднимай. Все, можно ездить, давай. Нет, стоп. Что за... Масла не осталось. Что? Эта штука просто испачкалась, и все. Если эту штуку макнуть много-много, примерно триллиона-два раз сюда, то вся влага вместе с маслом уйдет, ну и... Да ты нормально. Я даже не знаю, почему нельзя вот весь этот жир ложкой оттуда убрать, и если что-то жирное останется, например, ну с мясом я так иногда делаю, да? В том плане, чтобы не жир убирать, а, например, влагу, да? Я бумажными полотенцами вот так вот промакиваю. Не знаю, это имело бы даже больше логики, чем вот это изобретение. Попробуйте поводить. Да, вот так вот поводить. Не, знаешь, типа вот так дурало. Даже если даже больше налипло. Невероятно, на нее даже чуть больше налипло. А можно даже сделать так. А есть еще очень интересный способ для того, чтобы избавиться от, ну, противного жира. Сухие салфетки. Да. Мы имеем какую-то невероятную залупу стоимостью 400 рублей. Это про... Это пластмасса. Это вообще-то просто погремушка. Ее можно сломать. Вот заметьте, что все, что здесь было показано в этом ролике, сделано из некачественных материалов. Там ничего нет. Нет, есть какая-то хрень. А, вот где весь жир. О! Ага! А! О! Вот поверил. Что это на 3? Вероятно, это жидкость, которая... Дерзает. Да, которая лучше принимает холод. И за счет того, что она вот держит холод дольше, чем любые другие материалы, она отдает этот холод, получается, в железо. А это ничем не помогает. А это самое железо, оставаясь холодным, получается каким-то... Ну, короче, разработчики говорят, ребята, что-то очень холодное заберет жир, обезжирит вашу еду. Даже вот иной стороной, то есть как бы вот, как бы я вот так вот вычерпаю больше жира на самом деле, чем другой. Это же банальная физика, ребята, в конце-то концов. Зачем силы оставлять вообще где-то? Да. Все. Бульончик. Бульончик. И изжогаешься. И прошла. Я хочу изжогать. Это отвратительно, ребята, это не подходит ни под какие объяснения. Данил, вам есть как это объяснить? До свидания. Едем дальше. Стоп. А там еще что-то есть? Раньше для меня открыть консервную банку было большим испытанием. Мне столько приходилось усилий тратить. Я всегда думала, ну должен быть какой-то другой способ. Ну, Господь, дай мне хоть какую-нибудь альтернативу. У меня такой взгляд прям жесткий. Ну, должен быть какой-то способ. Открытие банок до сих пор было сложной и неприятной работой. С этим покончено. Представляем вашему вниманию фантастический консервный нож One Touch Can Opener. Просто поместите устройство на банку, нажмите кнопку. Все остальное он сделает за вас. Открывайте ваши банки за считанные секунды. Как-то уж слишком круто выглядит. Непокорные банки, теперь я открою все таинства банок. Благодаря... Бабки нет, я только поняла, что у меня нет вебки, извините. Opener откроет нам любые наши консервы. Все, 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 все. Без лишних усилий, без лишних открывашек и всякой вот этой противной сране, когда надо возиться с консервами, у которых нет никаких открывашек. Мы берем вот эту хренотень, похожую на вибратор, стоимостью 500 рублей. И происходит дальше непосредственно магия. Мы кладем, нажимаем кнопочку, и она автоматически, без всяких внедрений хирург. Непонятно чем. Типа, знаете, вибраторы не распродали и продаем таким способом. Откроет нам баночку без монтажа. Как я это понимаю? Вот есть магнит, который цепляется непосредственно за наш прибор. И мы... Ну, очень слабо. Он даже не цепляется. Да, я что-то очень так... Вот, он чуть-чуть вот так вот фиксируется. И сейчас, внимание, сейчас произойдет магия. Я нажимаю кнопочку, и она откроется. Она застряла? А нет, что-то там двигается. Шевелится, так сказать. Да, она работает ровно 25 секунд. Наша Ева. Ева. Бали. Открыли? Реально, что ли, сработало? Блин, это крутая штука. Ну, он что... Я как-то отнеслась к этому поначалу скептически, ну. Слушай, ну такие погрешности... Погрешно было отлично. Да, полный кайф. Так, ну... Так, меня тут прервали, давайте смотреть дальше. Окей, дубль два. Чтобы уж понять наверняка. Погнали, снимаем, пишем, все есть. А, застряла? А может отпустить надо? А тут просто зажал. Сейчас Александр Невский смотрит и такой... Оооо! Прям потекла! Сгученка! Ну, давай еще раз. Мяу! Ты смотри... Ой, спасибо, попозже отвечу. Ты смотри, какой чуть... Да, он оставил кусок, смотри. Он оставляет кусок на штуках, которая на вид представляла из себя наименьшее... Больше всего сомнений. Да, да, да. Получилось очень неплохое. Но кола она не отшает. Почему? А у нее есть борт. А? А у нее есть борт. Хуерти. Мне кажется, от диаметра тоже зависит, нет? Ой, такой звук был. Невероятно. Открыл? Серьезно? Вы смотрите, просто идеально. Ибо ниже, пониже. Просто идеально. Идеально. Это... Это... Да. Это оно. Я... Я... Я хочу. Я беру. Я хочу выпить колу. Ой, главное не порезать. Или АМАКС. Собственно, эта штука работает. Мы ставим лайк и это круто. Ура. Да. Хорошо. Вот такие... Обнижать мне вот не обязательно. У нас получились залавные товарищки из телемагазина. Вывод, как всегда один. Не покупайте эту срань. Более того, постарайтесь предостеречь от покупки свое старшее поколение. Дедушек, бабушек, родственников, родителей, кого угодно. Сэкономьте деньги и себе будет дороже. Разве что открывашка для консервов. Прикольное, но это исключение. Вот-вот. Ну, а это была финальная часть нашей эпопеи по телемагазинам. Мы поняли, что, в принципе, нам больше здесь сказать нечего. Мы обозревали много прикольных штук. И выдавливать что-то больше из этого формата нет смысла. Иначе получится вымученное говно. Но нам, думаю, как и вам, понравился живой формат. Поэтому, если что, обязательно пишите в комментариях, какие можно придумать альтернативы. Ну, а пока мы с этими экспериментами на время завязываем. Потому что нужно делать много великих и крутых вещей. Ну и в раздумьях, как эффектно закончить этот выпуск, мы решили устроить локальный фонтан. Раз, два, три. Что? Спасибо за внимание. Получается, что это первое видео, которое я смотрела на канале Чака Ревью. Это его не основная рубрика, но все же. Видос довольно прикольный, интересный. Но в то же время некоторые такие шуточки, видимо, у ребят локальные, которые я не понимала в какие-то промежутки времени. Идея сама по себе очень крутая проверять всякие штуки из телемагазинов. И насчет старшего поколения он полностью прав, потому что мои родители столько раз очень давно заказывали всякую фигню, блин, недейственную. Но был, кстати, недавно один случай, когда отец увидел обувь в одном из телемагазинов и заказал ее для моей сестры. И получилось так, что я примерно в тот же промежуток времени тоже купила себе очень дешевую пару обуви. Это такие были кроссовки с дырочками. Я купила их просто за 300 рублей в дешевом магазине, где низкие цены. И потом, когда я встретилась с родителями и вижу обувь сестры, я говорю, о, а в каком магазине ты это купила? Потому что в городе этого магазина нет. А я думала, что такая обувь только по этому магазину продается. А отец говорит, это я по телевизору увидел и купил ей. Я просто смотрю на него такими глазами и спрашиваю, а сколько они стоили? Он такой, а, всего полторы тысячи за такую хорошую пару обуви. Полторы тысячи и не жалко. Я просто смотрю на него такими глазами, знаете, и с жалостью, и посмеяться хочется. Но все-таки как-то... Я надеюсь, вы понимаете, что я тогда чувствовала. Смотрю на него и говорю, пап, я то же самое купила, но гораздо дешевле. И даже потом, когда мне эта пара обуви надоела, я просто сестре ее отправила. Она посмотрела и сказала, что эта пара обуви ничем не хуже. Так что да. А-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok